Памятник Владимиру Высоцкому открывают здесь уже во второй раз. Первая церемония состоялась 25 января этого года по случаю 70-летнего юбилея поэта, певца и актера. Первоначально памятник был выполнен из цементного раствора, материала недолговечного. Уже тогда начался поиск средств на бронзовое извояние. Коллектив Дома художников стал основным спонсором проекта. Мы заказали это в мастерской скульптора Рукавичникова. И уже под руководством нашего скульптора была вылета эта фигура. И с помощью мастерской Рукавичникова установили. Автор памятника – солнечногорский художник-скульптор Леонид Бурыкин. Эта работа заняла у него около года. Шесть месяцев он создавал бетонный вариант. Остальное время ушло на то, чтобы перевести скульптуру в бронзу. Теперь он уже в окончательном варианте. Такой, наверное, и останется. Бронзовая скульптура, она, собственно, это уже как бы навечно. Открытие памятника Владимиру Высоцкому в Солнечногорске для местных поклонников его творчества – значимое событие. О нем вспоминают не просто как о человеке, как о гении, влиявшем на умы. ПЕСНЯ Мы же выросли в его песнях. Много поколения. Знали, любили эти песни. Много исполняли. У меня есть старые кассеты, первые записанные. И нынешние кассеты, которые уже на дисках. Всегда рад слушать эти песни. Еще летом, к очередной годовщине памяти Высоцкого, наша телекомпания предложила идею проведения фестиваля авторской песни у подножия нового памятника. Теперь, когда он обрел завершенный вид, руководство Дома художников готово обсудить это предложение с районным комитетом по культуре, бардовскими клубами и со всеми заинтересованными представителями общественности. Продолжение следует...